Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео я отвечу на вопрос, стоит ли сейчас покупать доллары. На самом деле мне этот вопрос сейчас довольно много людей задают, причем, разумеется, этот вопрос мне задают не профессиональные трейдеры, не профессиональные инвесторы, а обычные обыватели, обычные люди, которые просто думают о том, как бы им сохранить и приумножить свои сбережения. И, к сожалению, ответ на этот вопрос, он абсолютно неоднозначный. И давным-давно уже прошли те времена, когда ответ на этот вопрос по-любому у меня был бы утвердительный. В 2014 году мы во все колокола били и трубили во все трубы о том, что нужно покупать доллары, потому что на Россию обрушились санкции, падали цены на нефть. И это был однозначный период, когда по-любому нужно покупать доллары для того, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения. Если посмотреть на ситуацию сейчас, то у меня всегда к людям, которые мне задают подобный вопрос, возникает вопрос ответный. А, собственно, с какими целями? То есть для чего? Потому что стоит ли покупать доллары, если вы хотите сберечь деньги? Или стоит ли покупать доллары, если вы хотите на этом заработать? Ответы на эти вопросы будут несколько разные. Так как мы живем в России, если вы хотите просто сохранить свои деньги, хотите просто сохранить свои сбережения, то в принципе купить доллары, ну в этом есть некоторый смысл. Я вообще считаю, что если вы хотите сберечь свои деньги, то в России есть смысл хотя бы в равных пропорциях 50-50 держать деньги и в рублях, и в долларах или в евро. Это уже не имеет особенного значения. Что вам больше нравится? Ну, я все-таки считаю, что предпочтение нужно отдавать именно долларам. Потому что мы в России живем в условиях, когда валютный курс достаточно сильно может меняться. И если вы храните деньги 50-50 в валюте и в рублях, то в этом случае куда бы ни ушел курс, вам это совершенно без разницы. Потому как вы или там чуть-чуть в долларах заработали, или чуть-чуть в рублях заработали и так далее. Если же речь идет о том, чтобы заработать, а многие мне этот вопрос задают, стоит ли покупать доллары именно с посылом таким, чтобы я хочу заработать на этом, то поймите простую вещь. Вот сейчас у нас курс около 60 рублей за доллар. И сколько он может, до каких уровней он может вырасти? Ну, допустим, будет курс там 65-66. Сейчас при текущей ситуации на нефтяном рынке, с учетом ситуации с геополитикой и так далее, маловероятно, что курс поднимется выше этих значений 65-66. Это изменение на 10%. То есть что вы заработаете? Вы заработаете, ну, максимум 10%. По факту, может быть, заработаете процентов 5. И если вы не профессиональный трейдер, если вы не профессиональный инвестор, то вы на самом деле с равной вероятностью можете как заработать эти 5% всего лишь навсего. Точно так же вы можете потерять эти же самые 5%. При том, что сейчас можно найти инвестиционные идеи, которые могут принести гораздо большую доходность. Там 10, 15, 20% и так далее. Поэтому, друзья мои, все зависит от того, с какими целями вы хотите купить или не хотите купить доллары. Все зависит от временных горизонтов. Все зависит от того, насколько вы профессиональный и подкованный в этой теме. Но если вы хотите сберечь деньги, то да, покупайте и храните деньги пропорционально в долларах и в рублях. Если же вы хотите заработать, то, на мой взгляд, заработать сейчас на росте курса доллара, если можно, то не так уж и много. И есть более интересные идеи. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно, познавательно и интересно. Если это так, не забывайте о том, что нужно поставить лайк. Пишите свои вопросы, комментарии прямо под этим видео. Если впервые видите наши видеоролики, не забывайте, что нужно подписаться на канал. С вами был Глеб Задоев. Всего доброго. Применяйте правильные инвестиционные идеи, зарабатывайте деньги, сохраняйте свой капитал. Ну и до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok